МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у вас движение, начало рабочего дня. Это фото рабочего дня будет посвящено вашей трудовой деятельности. Расскажите, чем будете сегодня радовать нас и наших телезрителей. Мы едем в Сыктывдин, Вильгард, а там посмотрим. А я так понимаю, что вы уже успели поработать, да? Ну да, подготовился, во-первых, к поездке, документы кое-какие подобрали. Так что готовы ехать. Ну все, тогда отправляемся в Сыктывдинский район. По словам заместителя председателя комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению Алексея Цыпанова программа рабочей поездки в Сыктывдинский район будет насыщенной. Но до заката солнца должны успеть успокоил он нас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В своих муниципалитетах, так Алексей Цыпанов, вот уже 10 лет называет подшефные районы, а это весь юг республики, от Сыктывдина до Прелузия, личные приемы проводят каждую неделю. В этот раз жители Вильгарта пришли с разными проблемами и освещение, и спортивные площадки. В местечке Печипашня, где ведется активное частное строительство, остро стоит вопрос уличных фонарей. По словам сельчан, уже и столбы установили, а вот проводов и самих фонарей нет. Люди такие расходы не потянут, в Вильгардском бюджете тоже денег нет. Остается договариваться с местной властью хотя бы на ближайшую перспективу. Очень кстати появился и руководитель районной администрации Олег Ложанев. Уже он рассказал и депутату, и местным жителям, что скоро решится вопрос нехватки спортивных площадок. В Вильгарте появится универсальное поле, к новоселью готовят и новую лыжную базу. Ее Олег Ложанев обещал показать депутату Цыпанову. Уже в районной администрации Алексей Цыпанов стал свидетелем жарких споров. Суть вопроса заключалась в том, что районные власти предложили передать полномочия в процессах газификации на уровень сельских поселений. На местах на это отреагировали бурно и заверили, что своими силами они не смогут решить все проблемы, которые возникают. И вообще пока газификация коснулась лишь нескольких сел. Вильгарта, Зеленца и Палевец. Не пойдет каждый населенный пункт составлять свою программу. Нужна единая рабочая программа у района. Это только районная администрация может составить. И еще хочу сказать по Палевице. Не справится палевицкий специалист, ни глава неспалевцы по отчетам тех документов, которые нужны по этой газификации. В свою очередь Олег Ложанев встал на защиту своего замысла и заверил депутатов и глав поселений, что район не скидывает в себя лишний груз хлопот, а лишь пытается вовлечь руководителей на местах и повысить их ответственность. Муниципалитет же готов помочь и финансированием, и консультациями. Поселение должно в этом участвовать. Самое главное, чтобы здесь Олег Амбросимович определил, что нужно делать поселению. Я не говорю о том, что нужно полностью снимать там с района эти обязанности. Они должны остаться. Для поселения, что им нужно заниматься, они должны понимать. Вслед за коллегами из Госсовета КОМИ Сыктывдинские народные избранники рассмотрели и свой бюджет. По словам Алексея Цыпанова, такие сессии он старается не пропускать и быть в курсе всех законотворческих процессов на местах. В районном музее истории и культуры организовали импровизированную площадку для переговоров. Здесь собрались все активисты Сыктывдином. Вопросов к депутату Госсовета у них накопилось много, хотя, как говорят сами, общественники встречаются нечасто. Первым делом стал один из самых болезненных вопросов для муниципалитета – строительство детского сада в селе Палевице. Первоначально новоселье должны были справить в сентябре этого года. Потом перенесли на октябрь, потом на ноябрь. Сегодня ясно – садик откроют не раньше 2014-го. Здание до сих пор не полностью стоит под крышей. С работниками подрядчик расплачивается не вовремя, и те просто бегут с объекта. По словам районных чиновников, события могут разворачиваться по трем сценариям. В заключении соглашение подрядчика на субподряд другой организации на выполнение работы. Второй вариант – расторжение договора с подрядной организацией «Бизнес-капитал» и заключение договора со следующим участником данного конкурса. Он у нас имеется, в принципе он готов подключиться. Соответствующие уже переговоры проведены. Ну и третий вариант – расторжение полного контракта с данным подрядчиком и проведение нового акциона, который, конечно, опять же, повлечет определенное время проведения работы. Пока дети ходят в старый детский сад, но на воселье ждут как минимум 40 местных малышей. Районная администрация готова идти в суд, заявление в арбитраж уже готово. Общественников интересовали и темпы козификации в тех же палевицах. Пока это единственный населенный пункт, который попал в региональную программу. По словам Алексея Цепанова, это прежде всего заслуга жителей, которые за свои деньги разрабатывали проекты и, конечно, сельских властей, которые готовили всю документацию. Алексей Семенович, я так понимаю, общественники Сыктывдинского района вас хорошо знают, вы с ними хорошо знакомы. Проблемы, которые сегодня обсуждали, были достаточно актуальны, а главное, что более-менее, так понимаю, нашли конкретные решения совместно с районной администрацией. Но, все-таки, возвращаясь к проблеме газификации, я так понимаю, что вот Сыктывдинский район, это еще тот район, которому более-менее повезло. Совершенно верно. Сыктывдину и Княжпогосту повезло. Княжпогосту, потому что там строили газопровод на Баваненково. А Сыктывдин, потому что рядом, Минсельхоз рядом. И потом газификация в советское время там начиналась, поэтому просто было как-то проще продолжить это дело. Я так понимаю, что есть некий проект создания завода, рядышком где-то вот в Ильгарте, который будет производить жиженый газ. Есть только некая идея. А, еще даже идея, да? На бумаге еще это все не воплотили. Расскажите нам про эту идею, когда она созрела, и насколько она вообще реализуема, и чьими силами мы можем построить этот завод, если все-таки возьмемся серьезно за эту идею. Ну, это пока идея, которая, в общем-то, это, наверное, по примеру Запада и по примеру других регионов России появилась. Идея заключается в том, чтобы построить завод, который будет производить жиженый газ, и по ценам обычного газа развозить населенные пункты по республике, где есть, соответственно, дороги. Очевидно, этот завод целесообразно было бы построить здесь. Но так как стоимость этого завода очень серьезные деньги, вряд ли республике по силам этот завод построить, то если только возьмется за это Газпром, построит этот завод, тогда, может быть, эта идея будет иметь какое-то продолжение. Проблему нерадивых подрядчиков обсуждали и на строительной площадке в местечке Печепашни. Здесь должен появиться новый малоэтажный жилой микрорайон. В первой очереди на переселение стоят жители закрывающегося поселка Поинга. Для Алексея Цыпанова проблема не нова. Жители неперспективного населенного пункта обратились к нему еще в 2003 году. И уже тогда депутат активно подключился к решению вопроса. Лично следил за всеми этапами. От выделения земельного участка до прихода сюда первой большой техники. И вот основной застройщик уже и дома подготовил к новоселью. Но не было бы печали, как к своей работе приступили другие подрядчики, которые отвечают за коммуникацию. Это газовики при своей работе пробили вот эту трубу, да? Да, да. Кто виноват, не понятно, потому что, может, мы тоже разные проекты, разные величины. То есть делается это все кротом. На переходе, вместе сопарили газы. Да, вместе сопарили. Вот идет газовая труба. Здесь под водой идет эта самая. То есть вот она прошла в нее. В один из домов успели дать воду, после чего и обнаружили разрыв трубы. Откачивать ее не стали. И она циркулирует внутри системы. В квартирах этого дома тепло. Ремонт под ключ. Здесь будет свое автономное отопление. Это позволит сэкономить немалые деньги новоселам. Репаратура падает, мы сейчас смотрели. И, то есть, вот она упадет до определенного и опять поднимается. Вот это вот давление воды. Пока никто не может точно сказать, когда же все-таки люди заедут в свои квартиры. По самым оптимистичным прогнозам, в декабре здесь должны отпраздновать новоселье. Ну, вот то безобразие, которое здесь творится, я не знаю, я бы назвал преступлением. Люди ждут, когда можно сюда переехать. А тут совершенно безграмотно ведутся до сих пор работы. Козлопровод положен на неположенном уровне и пробил трубы водопровода. И, конечно, без воды теперь в домах с автономным отоплением, где тоже нужна эта вода, никакого переезда просто не может быть. Пока не восстановят водопровод, до тех пор люди по венге будут ждать дня переезда. На месте будущей лыжной базы тоже говорили и о подрядчиках, и о сроках. Это социальное строительство контролирует Республиканская школа Олимпийского резерва. Директор которой, Геннадий Овчаров, рассказал Алексею Цупанову о том, что застройщику пришлось перейти на работу в две смены. Готов даже четкий график, который пока строители соблюдают. С самого начала этот спортивный объект давался нелегко. Когда фундамент сделали, вроде бы уже беспокойство ушло. Но потом, когда провели по зданию, начали решать вопрос, то ли каркасного делать, то ли блочного типа, вот эта затяжка немножко выразила беспокойство. Но потом, когда решили, доказали, что каркасным это быстрее делается, и когда заставили график выполнения работы, вроде бы как мы сейчас немножко успокоились в том, что все-таки должны до конца года лыжную базу построить. Бюджет стройки 15 миллионов рублей. Денег хватает только на основные работы. А вот на благоустройство и освещение лыжной трассы пришлось сэкономить. Остается снести и старую деревянную базу. Но до нее дело, скорее всего, дойдет только в следующем году. Для Алексея Цыпанова это не первый объект, который попал под око парламентского контроля. С момента заливки фундамента до разрезания ленточки порой проходит очень много времени. И разобраться, кто виноват в том, что сроки затягиваются, куда проще, когда знаешь о всех тонкостях процесса, говорит депутат Цыпанов. По соседству с лыжной базой валяют валенки. Здесь запустили новый цех по обработке подошв. Поступил большой заказ от МВД на спецопыт. Так что работы хватает. Алексей Цыпанов поинтересовался про зарплату. У сотрудников фабрики она сдельная. И те, кто не ленится, получают прилично. Рассказали депутату и о некоторых производственных секретах. День около 200 пар готовой продукции. Это у нас сейчас не полный комплект еще. Так около 300, когда полный комплект. Огромное вам спасибо, Александр Семенович. Побывали на фабрике, посмотрели их производство. Единственное в республике, которая производит валенки. Не только, даже частично на вашей сессии, можно считать, поучаствовали. Надеюсь, что наши камеры вам сильно не помешали. Нам вообще ничего не мешает. Они вдохновляли, вы увидели на такие выступления яркие, горячие. Алексей Семенович, дорога Сыктывдинского района обратно в Сыктывкар оказалась быстрее, чем туда. Но это так всегда. Домой всегда хочется быстрее. Расскажите, насколько результативным получился сегодняшний день? Насколько вы вообще довольны тем, что услышали от жителей и от общественников района? Я бы сказал так, что это для меня обычная текущая работа. Потому что в своей деятельности я больше всего посвящаю вот именно этому делу. Не законотворчеству, не каким-то другим делам. Вот работа на местах своих районов. Ну, плодотворно, наверное, потому что удалось что-то новое донести до тех людей, с кем я сегодня встречался. Ну и, конечно, то, что я услышал от них. Какие-то очень важные для меня моменты сегодня впервые были услышаны, увидены. На моих часах почти 5 часов. Но, судя по всему, у вас работы еще много по документам на столе и по рабочему состоянию ручки. Поэтому мы вас больше не задерживаем. Большое вам спасибо за этот рабочий день. Надолго не прощаемся. До новых встреч. До свидания. Вам спасибо за общение. Это было еще одно фото рабочего дня. Кстати, последнее осеннее в этом году. В следующий раз увидимся уже в декабре, в преддверии Нового года. Оставайтесь с Юргоном. Субтитры подогнал «Симон»